И кто-то встретит тебя вновь. Россию говорили, что Советский Союз роспался из бюджета Краснодарского времени. На самом деле, после советствования было немедленно страшно. Но о нем, в отличие от велосипедского веточка, ты не снимаешься совершенно правильно. Это не acceptable. Это террор-бомбинг. Это была страшная война. В 72-м году было по-настоящему драка за сухом. И остояли первый раз. Остояли и прогнали их. А потом, когда прибавились казаки, прибавились российские солдаты и так далее, потому что нельзя удержаться. По-моему, был и слов, это были как? Тоже, то есть. И авиация была. А вся цель сестра российской. Почему Россия так заинтересовала Абхазию? Все верно в том, что при Хрущеве, Крымский полуостров, основные партии. Ушел, подожжил в Украину. Отсюда ли особый интерес Абхазии? Прошел говорить. Извините. Мы вас на трампе. На вас на трампе Абхазов. В целом, в 72-м году попавлят на Ельцина. Я вошел в СНГ. Куда будем вместе, вынудим Ельцина решить вопрос Абхазии. Было соглашение. Грузия выдала тяжелую технику. Выдал, выдал. Да. Пилили технику. Мы сдержали свое слово. Так, кто на соглашение обращал внимание. Нас вновь обманули. Не очень обидно. В какой-то степени. В какой-то степени. В этой реальной истории участвуют представители России. Я очень люблю вопрос Абхазии. Это беспредельный мир. Тем документам, которые были подписаны в Москве. Тем словам, которые были сказаны президентом России. И тем замерениям, которые были сделаны представителями правительства России сельскохом и Сочи. На нашем празднике присутствуют Атаманы Северного войска, Казачьего войска. Депутат государственного Российской Федерации, Казачий генерал, Ваталанский Виктор Петрович. Атаман Северного войска Донцова, генерал армии Казачьих войск, Участник Отечественной войны народа Абхазии, отец Николай Иванович. Казачьего войска Донцова, Ваталанский Виктор Петрович. Абхазия, Виссарион Пиле, Идеолог пророссийского Абхазского православия. Посылает воинов, чтобы защитить людей. посылает воинов, чтобы защитить людей. Когда мы начинали изучать этот медфильм в июле 2008-го, у нас было подозрение, что роль российских воинов в Абхазии в 90-х не было вполне славной. Но чтобы описать то, что нам открылось, нелегко найти слава в русской музыке. Чемия Месха Люба Ливанова, 70 лет, жительница села Зима Пшапи, преподаватель Пшапской средней школы. Расстреляна 3 октября после жестоких пыток и измывательств. Вместе с мужем Александром, дочерью Лейлой, внучками Джвания, Экой и Марины, Самуши Аполлону, Луны, Хуты, Лейлой и Владимиром, Этери Векова, Раи и Кагу, Екатериной Шенгеле, Месхи Веры и Гвлету. Мы поставили своей задачей побывать на местах преступления. Кадры, снятые в Абхазии, по точным адресам, иногда скрытые гонори, документируют рассказы. Санкт-Петербург, 70 лет. Убит зверски в своем доме 3 апреля 95-го года. Умерлия Шаловна, 60 лет. Жительница села Верхний Пшапи. Расстреляна и сожжена вместе с мужем Жата 25 октября 93-го года. Сожжена живьем в своем доме вместе с сыном Джавадаву Гамлетову. 6 марта. Левый город Яни. 15 лет я не разговаривала по-русски. 15 лет назад я жила в Абхазии. Такая деревня Ахалдапа называется. Ачамчишский район, где я преподавала грузинский язык и литературу. 16 сентября 93-го года. Напали на нас, абхазцы. Невозможно было нигде укрыться, ничего. Как тоже, вот так шли куя. Я этот матрас накинула на себе и выбежала через мандарины. Посмотрела, там на улице полно абхазцев. Абхазов, горник всех, не разберешься. А какой-то молодой человек кричит, это же, говорит, учительница здешняя, это же, говорит, сепаратистка, это же националистка. Она, с родителями детей, учила, что это, говорит, не Абхазия, а Грузия. Давайте сейчас покажем, где Абхазия, где Грузия, где для них только осталось. Горь и Тбилиси больше для Грузии ничего не осталось.